Ну они что, охренели что ли? Клей, который для слаймерс, для слаймов, сворачивается в творожок, а не что, вообще-то все попутали, что ли? Приветули, ребятули, я очень рада, что вы зашли на мой канал, с вами снова я, Маша, и добро пожаловать на канал Zoom Slime. Сегодня я подготовила для рубрики, где я проверяю разные клея для слаймов, новые клея для слаймов. Все эти клея я покупала на Wildberries, если что, здесь у меня даже есть всякие разные штрих-коды, можете по ним искать, если вам так будет удобнее. Ну так вот, я сидела на Wildberries, специально искала что-то новенькое для видосов и нашла новиночки клеев, чтобы вместе с вами их проверить, посмотреть, какие слаймы из них получаются и стоит ли их вообще покупать. И, наверное, я хочу вам начать с самого интересного здесь, это не с простых клеев, которые вот они лежат, а с вот этого набора. Это вообще набор, он стоил 133 рубля, по-моему, или 137 рублей, я вам даже сейчас покажу. Вот, ребят, он стоил 133 рубля, сейчас его, к сожалению, нет в продаже, как я вижу, его можно добавить просто в лист ожидания. Здесь идет клеевая база, траборат натрия, какая-то рыба и, видимо, блески, я так понимаю. Мы сейчас это все с вами распакуем, как раз таки, и посмотрим, что это из себя представляет. Это очень низкая цена, как я считаю, ну, обычно клей, но вот эти клея стоят больше 200 рублей за баночку, а тут как бы клей плюс какая-то игрушка. Так что это очень хорошее предложение было, от которого я не смогла отказаться. У меня нету, как обычно, кудруковой ножницы, поэтому пытаемся разорвать упаковку. Ой, да, кажется, в упаковке есть еще одна упаковка. Что очень мило, просто посмотрите, сколько было пупырки, чтобы ничего не... Плелось, скорее всего, не сломалось. Итак, вот так это выглядит. Фирма называется Glam. Набор золотистый слайм и игрушка. Набор для изготовления слайма. Это оригинальная игрушка за счет тщательного подбора компонентов в процессе проведения опыта. Получается игрушка-антистресс, представляющая собой пластичную, хорошо тянущуюся, одновременно клейкую и сохраняющую свое единство массу. Набор развивает нагляднообразное мышление, внимание, воображение. Четенько. Стимулирует умственную деятельность. То, что мне нужно, через мелкую моторику. Тут есть инструкция, налейте в емку 100 мл клея, по желанию можно добавить краящий пигмент. Перемешать. Если у вас это опыт первый, то можно сделать слайм без украшений. Далее понемногу добавляйте араборат натрия из маленького тюбика. Перемешивайте пока смесь не внести нужной консистенции. Блаблаба, в принципе, все с угодом, 3 тысячи, и спорта, и в годом может храниться данный набор. Сказать, что давайте сразу это тоже откроем, чтобы посмотреть, что я вообще здесь вкусила и уже тестировал к тестированию. Вот такой вот клей для слайма от Monster Slimes. И еще один клей. Вообще супер новинка, по-моему, от какой-то новой фирмы. Мастер Клейн с ароматом, с фруктовым ароматом. Универсальный столярный клей. Вот эта надпись, если честно, меня пугает. Как бы столярный клей, что от него можно хорошего ждать? Но ничего, мы сейчас с вами все проверим. Так что давайте начинать, погнали. Ну что, как я вам и обещала, начнем мы с вами с вот этого очень интересного набора. Я подготовила вот такую тарелку, вот такую ложку. Ну, у меня все такое, как видите, эксклюзивное. Ни у кого такого больше нет. И давайте смотреть, что же здесь у нас в пакетике. Клеевая база. Высоковязкая для слайма. На ней блески. Надеюсь, вам это тоже видно. Скорее всего, это отсюда посыпался пигмент. Слушайте, ну такой добротный пакетик. Здесь такой оранжевый пигмент и блески. Очень странная игрушка. Я не знаю, зачем она вообще здесь, но расположили. Значит, так надо, чтобы вы понимали. Она не мягкая. Она... Вы сейчас все поняли, да? Она очень тяжелая, но забавная. Прикольно. Знаете, похоже на хендмейд. Как будто ее сделали из теста. На ярмарках такие всякие игрушки продают. Знаете, там мастера делают прикольные игрушки из теста, выпекают их в духовке, в печи, раскрашивают и продают. Вот очень похоже, если честно. Посмотрите на нее. Ну, милашка. Давайте ей дадим имя Зубатка. Зубатка, здравствуйте. И вот еще здесь есть тетраборат натрия. И все. Пакетик пустой. Мы посмотрели с вами на весь набор. 133 рубля, да? В принципе, уже мне все нравится. Главное, чтобы слайм в итоге получился. Наливаем клей. О-о-о. Он густой и очень прозрачный. Знаете, в чем прикол? Я думала, что здесь клей будет типа для моделирования, по-моему, называется. Для пазлов. Вот. Может, кто-нибудь помнит, делали слаймы из клея для пазлов. Он прозрачный, очень жидкий. Из него реально получается слайм. И он продается в похожих тюбиках. И он тоже, ну, такой достаточно бюджетный. Я думала, что за основу взяли именно такой клей. Но здесь просто похожая баночка. Окей. Все, я выдавила все до последней капельки. Вот такая текстура. Очень хорошая. Очень плотная. Похожа даже на Элмерс, если честно. По запаху пахнет нормально. То есть не воняет, как обычно, клей совершенно. Теперь добавляем пигмент. У нас с вами это не первый опыт, так что пигмент я очень хочу добавить. Он у меня еще останется, представляете? Я не знаю, куда столько пигмент, но такой маленький слайм. И так я много бабахнула. Перемешиваю. А пигмент вкусно пахнет, походу в нем еще ароматитатор. И мне кажется, просто красиво получается. Реально золотой слайм. Второй чак. И теперь это обратно отъем. Я вот что-то переживаю, что это чистый. Это обратно отъем без воды. И у нас не для этого может испортить слайм. Поэтому будем гулять по кайперке раз. И перемешивать. Ну, вроде бы, там что-то активирует. Но это все еще очень плохо. Теперь раз, поэтому добавляем еще раз, два, три, четыре, даже пятки я добавила. Продолжаем мешать. Смотрите, что получается. Очень переживаю за тот момент, что там может просто все активироваться такими кусочками. И в итоге, когда я буду еще добавлять активатор, еще добавлять активатор, он у нас превратился в кусочек резины. Но какой активатор положили, чем пользуюсь. Вообще, в идеале я бы его развила водой. И тогда у нас уже, наверное, готов был бы слайм. Ну, пока что он не готов. Я добавила еще с ватора и продолжаю мешать. Так, попробую это все еще в свое дело. В руки еще свое дело. Все это дело. Слушайте, ну, очень все жидко, добавляю еще активатор. А, вот сейчас уже становится лучше. Тщательно буду мешать в руках. Ну, верно, это ко мне и говорилось. Куда уже вроде бы с вами схватился, поэтому он при активирован. Серьезно, приносится с при активированный. И обратно, но пусть и нет. Не очень жаль это осознавать, но, к сожалению, слайм переактивировался. Здесь не 100% моя вина, здесь все-таки есть небольшая вина производителя. Он не дал совет. Он не дал совет добавить воды в активатор. Возможно, он сам не знает. Возможно, кто-то из вас, кто-то этот набор, тоже не будет знать. Я знала, что нужно желательно разбавить активатор. Но подумала, а вдруг у меня получится. Я же уже сделаю слаймы 3 года. Может быть, у меня-то и получится. Вот если у меня не получится, то, может быть, у кого-то получится. Но у меня не получилось. У меня получился вот такой вот очень плотный слайм. Так что я вам хочу дать совет от меня. Если будете покупать такой набор, а он реально классный, я уверена на 95% в том, что из этого слайма, вернее, из этого клея, можно сделать действительно годный слайм. Будьте аккуратны и добавляйте в активатор воды. Разводите с водой один к одному, и тогда все будет супер. И намного быстрее у вас все заактивируется, и шансов испортить слайм будет меньше как минимум 2 раза. Но по факту мне понравился этот набор. Давайте попробуем хотя бы покликать этим слаймом то, что у нас получилось. На самом деле прикольно. Было бы еще немножко клея, я бы, может быть, как-то разгустила этот слайм. Даже сейчас, смотрите, вот он переактивированный, но все равно растягивается. Конечно, рвется. Я все прекрасно понимаю, но тем не менее, хотя бы что-то получилось. Так что мне понравился данный набор, данный клей. Но Машка-рукожопка немножко его переактивировала. Ладно, давайте переходить к следующему набору. Посмотрим, что же нас там ждет. Ну, а прежде чем я это сделаю, тут все уберусь. Но встретимся мы с вами ровно через секунду. Что, ребят, я уже готова. Надеюсь, что вы тоже. Зубатка будет с нами на протяжении всего видео, если она, конечно, сама не захочет свалить из кадра. И далее мы с вами будем тестировать вот этот клей от Мастер Клейн. Он специально для слаймов, как здесь написано. Но меня смещает надпись, что он столярный. ПВА на водной основе с фруктовым ароматом. Сейчас мы с вами это и проверим, насколько у него фруктовый аромат. Произведено в Татарстане, город Бугульма. Очень интересно. Я еще не пользовалась, мне кажется, ни разу не клейм от этой фирмы, ни слайм от этой фирмы не покупала. Применение для детского творчества, для слаймов, для строительных, столярных и внутренних работ. Короче говоря, этим слаймом можно делать все. А здесь нет инструкции, как делать слайм. Поэтому будем сами ее придумывать. Открываем. Ох, фу, он так воняет. Я надеюсь, он не токсичный. Он так воняет. Я его понюхала. Хотела унюхать фруктовый аромат, но фруктового аромата я не унюхала. По текстуре. Сейчас я его закрою и покажу вам, что там по текстуре. Он достаточно жидкий. У него едкий запах. Я его чувствую сейчас, хотя я нахожусь вот, ну, примерно вот, вот столько еще. Ой, отсвистит мой активатор. Так что фруктовых ароматов здесь нету никаких. Пахнет ужасно реально столярным клеем. Добавляем активатор. И начинаем это все перемешивать. Я использую вот такой вот Slimmers. Другого активатора у меня дома пока что нет. Поэтому буду пользоваться им. О, сейчас пошел ароматизатор. Чувствую прям запах ароматизатора, кстати говоря. Очень интересно раскрываются фруктовые нотки. Как-то плохо он активируется. Добавляем побольше ароматизатора. Ой, активатора. И мешаем. О, дело пошло. Ну, это вообще какое-то... Я даже не знаю, как это сказать. Но они что, охренели что ли? Клей, который для Slimmers... Для Slimmers? Для слаймов. Сворачивается в творожок. Они что, вообще-то все попутали что ли? Я не понимаю. Это же... Ну, это куда годится? Я сейчас хочу посмотреть, сколько он стоил. Окей. Эта баночка стоила 166 рублей за 250 грамм. Окей. Ни 300, ни 400 на этом спасибо. Но посмотрите, я добавляю специализированный активатор. То есть, это не просто активатор, который я где-то там сделала. Я его купила и им пользуюсь для слаймов. Но он не активирует. Понимаете, он просто ничего не активирует. Шок. Просто шок. Хорошо, что я не весь клей вылила. Смотрите, что получается. Я вообще в шоке. Я сейчас возьму обычную тарелку одноразовую. Налью этот же самый клей. И мы попробуем проверим его с чистым тетраборатом натрия. Если с ним не получится, я просто буду сейчас в таком шоке. Вот тетраборат натрия, который мы завучали в предыдущий слайм. Ложка. Специализированная эксклюзивная ложка. Я вообще не могу. Добавляем тетраборат натрия. Начинаем перемешивать. Ну, как мы видим, не очень сильно напоминает. Это хороший слайм. Не могу сказать, что он получается. Это все дело превращается в творог. Я в диком бешенстве. Я прекрасно понимаю, что такое может быть. Но это было, когда я покупала обычные клея, типа, обычный бывал клея. И пыталась из них сделать слайм. Я проверяла, какие подходят, а какие нет. Но сейчас я купила специализированный клейк. И из него получается вот это. Но это же жесть. Это же жесть тебе. Это просто жесть. Да, он, конечно, подойдет для столярных работ. Надеюсь. Но для слайма это точно не подойдет. Я даже не хочу это в руках трогать. Потому что я более чем уверена, что этот клей токсичен. Настолько он сильно пахнет. С тетраборатом натрия, как вы понимаете, тоже не сложилось. Это очень странная субстанция. Ладно, я потрогаю. Зачем я здесь тогда, если не для этого? Посмотрите. Да, это похоже на слайм. Но, конечно же, это не слайм. Особенно, когда ты покупаешь специализированный клей для слайма. Зая, иди сюда, ты просто офигеешь. Вот что получилось. Это клей плюс тетраборат натрия. Офигеть. Короче, купила специальный клей для слаймов. А он активируется, как какой-то дурацкий клей, который я купила для проверки. Смотри. Ну понял, таким творожком. Да, он прям вообще столярный. Вижу, вижу. Столярный. Смотри, ну потрогай. Ты где-то купил их? Да, Павел Борис, он специально для слаймов. Прикинь. Я в шоке вообще. Как творожок активируется. Им воняет, да, столярный клей? Да. Здесь воняет. Тут написано с рухтовым ароматом. Чувствуешь фруктовый аромат? Фруктиками пахнет. Он даже не растягивается. Хотя это специализированный активатор, который активирует все клея. Просто жесть. Просто такое разводилово. Я еще с таким не встречалась. Капец вообще, ребят. Просто не тратьтесь, пожалуйста, свои деньги на вот этот клей. Будьте аккуратны с ним. Он продается сейчас на Валбрисе. Я заходила, только что вместе с вами смотрела. Его еще не весь разобрали, к счастью. Будьте, пожалуйста, аккуратнее. Вот если с татарборатом натрия делать, еще получается норм. А вот если делать это со специализированным активатором, то получается вот такая жесть. Ну что ж, теперь мы с вами переходим к вот этому клею от фирмы Atomex. Он сейчас базируется как клей для слаймов. Так написано было на Валбрис. Также сейчас свои слова, конечно же, подтвержду, подтвержу. Вот видите, написано клей ПВА для слаймов. Так что не просто так я его купила. Цена у него адекватная. 169 рублей за 249 миллилитров. Открываем. Если мне не изменяет память, то мне кажется, я такой клей уже когда-то тестировала, но тогда не было написано, что он специально для слаймов. Может быть, что-то поменялось. Так что давайте сейчас это и проверим. Наливаем. Она такая, немножко похожа на сметанку жидкую. Очень белый клей. По запаху, кстати, пахнет вообще хорошо. Ну то есть нормально. Не воняет, просто пахнет слегка клеем. Добавляем активатор. Начинаем перемешивать. И заактивировать, чтобы как-то мне эта тенденция не начинается. Она сейчас анонтирует пока что. А вот вся просьба, вся норма. Делаем прям без жмых. Забиваем клей. Так. Окей, еще добавим. И, наверное, я все буду делать перемешивать руками, чтобы было все хорошо. Но очень странно, пока что текстура получается, консистенция. Ну, хотя бы уже что-то выходит. Это уже радует. Это хотя бы отдаленно напоминает. Похоже на петлю злейку. Не знаю, сколько всего хорошая идея, чтобы не ошибки меня руками. Потому что взять бутылочку с активатором я теперь нормально не смогу. Так, я в западне. Я прям жутко западне. Прости, ванночка с активатором, ты будешь спачкан. Прости, ванночка с активом. Ребята, можете поздравлять. Нафиг от тарелки. Смотрим, что у меня в итоге получилось. Просто невероятный слайм. Я его, можно сказать, вымешала до конца. Он столько силушек моих выпил, потому что очень тяжело размешивается. Даже сейчас, смотрите, он не до конца вымешан. Идет какими-то паутинками. Но, блин, слайм получается. Это так классно. А еще этот слайм очень сильно белоснежный. Это какой-то супер выбеленный клей. Как будто его отбеляли белизной. Зачем ты веришься, братан? И получился такой белый слайм. Даже, смотрите, на фоне с моим белым столом слайм смотрится очень белым. Прикольно кликает. У меня, короче, на столе здесь есть вот такая штука. Вы сами знаете, откуда она. Она немного грязная. Ну, давайте рискнем. Пофигу вообще. Слайм будет грязный, но я хочу попробовать ему так вот похрустеть. Эээ, братан, это не так должно работать. Это я такая, типа, делаю, а ты поднимаешься, ему хрустим. Во! Это самар, который мы заслужили просто. Блин, это не то, чего я ожидала. Слайм получается прикольный. Нужно подобрать идеальный активатор. Я намешала чистый цицероборат натрия с вот этим вот активатором от Slimers. В итоге у меня получился такой неоднозначный результат. Из-за того, что добавила чистого цицеробората натрия слайм очень плотный. Смотрите, как он растягивается. Начинает рваться. Короче говоря, походу, этот слайм я тоже закрощаюсь. Я объявляю это видео. Косячными слаймами ever of the cake. Мне нужна перезагрузка. Короче, блин, это видео. Кисячными слаймами, посвященное им, да. Клей хороший. Слаймы из него действительно получаются годненькие, прикольненькие. Главное подойти к их активации с умом. Ну, а мы переходим с вами к следующему и финальному клею на сегодняшнее видео. Погнали. Этот клей от фирмы Monster Slime. Это самый яркий клей из всех сегодняшних. Он уже, как видите, розовый. К нему не нужен краситель. Можно было выбрать любой цвет. Там желтый, зеленый, голубой. Я, конечно же, выбрала розовый, потому что мне очень нравится. Тем более, он такой неоновый, яркий. Что здесь написано? В состав входит очищенная вода, полимеры, пластификатор и консерванты с пигментами. Произведено в Иркутске. Все. Мне кажется, это все. А, это юридический адрес. А нам нужен адрес производства. Это город Раменская, если что. Не знаем, куда обращаться. Ладно, давайте открывать, наливать, смотреть, нюхать, что тут вообще за клей. Сделала какой-нибудь по инсистенции. Он вот такой. Скорее всего, он на прозрачной основе был. Потом в него добавили пигмент. Добавляем активатор и начинаем перемешивать. Ну что, наш слайм практически получился. Я его, конечно, еще сейчас вымешиваю. Может быть, еще придется какое-то время его повымешивать. Пока что у нас уже есть полуготовый продукт. Полуфабрикат, так сказать. Я определенно девушка-паук. Посмотрите на меня. Слайм просто не хочет от меня отклеиваться. Причем он вроде бы плотный, но он такой прилипчивый. Я добавлю сейчас просто тетраборатом каплю. Я думаю, это все дело в моем активаторе. И кто прав, кто виноват в данной ситуации. Непонятно, то ли это все дело реально в моем чудо-активаторе. Либо это клей такой. У меня нету просто, блин, от тетрабората натрия. Где вы его взять, пожалуйста? Дайте мне. Пачкаем слайм. Посмотрите. Так. Теперь потихоньку поднимаем. Прям потихонечку. Чтоб все приклеилось. Слайм приклеился к столу. Так. Ну, согласитесь, это было забавно. Там образовались маленькие пузырьки. Очень странно прилипает слайм к моим рукам. Вы сами это все видите. Я хочу сейчас, наверное, сделать следующее. Взять этот же клей. И проверить его просто с обычным тетраборатом натрия, который у меня есть вот здесь. Его разведу водой. Не знаю, как я это сделаю. Но сейчас буду как-то делать. Короче говоря, я сюда налью тетраборат натрия. Вот так вот. Весь, который здесь есть. Пойду налью сюда воды. У меня здесь нет воды. И вернусь к вам. Все, ребят, я готова. Извините за срач. Но тут такое дело. Надо срочно проверить, как ведет себя этот клей с обычным стандартным тетраборатом натрия. Вот он у меня здесь он. Добавляем еще чуть-чуть клея. Не выглядеть маленький слайм. И теперь просто добавляем. Так. Мне кажется, что это уже много было. Начинаем инстегировать. Вот это вот было немного. Еще добавляем. Вот. Вот это я понимаю. Получается обычный стандартный слайм. На который дикто липает кусок. Смотрите, какая красота. Жалко, что такой маленький слайм их сделала. Но он реально огненный. Я хочу его еще чуть-чуть только заактивировать. Обмакнули в активатор. Начинаем перемешивать. И получается просто пушка. Классный клей. Мне очень понравился. Текстура у слайма шикарная. При растягивании он становится прозрачным. Посмотрите. Как стеклышко с миллионом пузырьков. Классно хрустит. Самое главное, хороший активатор. Это все-таки залог успеха. Просто кайф. Ну что, ребят. Давайте подводить итоги. У нас сегодня был тест клеев. И фаворитом стал вот этот клей. Он мне понравился больше всего. Он самый классный. На втором месте вот этот вот клеевой клей. Клеевая база. Клеевый клей. Конечно, стоп-тология. Короче говоря, вот этот набор. Он классный. Реально прям самый бюджетный. На третьем клейсте. Клесте. Мне кажется, пора уже отдыхнуть пойти. На третьем месте клей от Атамекс. Ну и, конечно же, самый полнейший провал у всех. Это вот этот клей, который даже нормально не активируется. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Давайте докажем всем то, что возможно собрать миллион подписчиков на слайм канале. Я очень хочу, чтобы мы это с вами сделали. Так что подписывайтесь. Увидимся с вами в новом видео. И всем пока.